Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова Это марафон программирования, и мы будем делать около шести проектов, которые позволят решить социальные проблемы региона, города. И, собственно, это то, чем хотят наши сотрудники заниматься, помимо основной работы, это приносить пользу в том месте, где они живут. Я надеюсь, это будет только начало, дальше у нас очень много планов, и хочу сказать спасибо руководству области за поддержку и помощь в нахождении вот этих нужных социальных проблем, которые мы попытаемся решить на Хакатоне. По слову Геннадия Соловья, перспективы супрацовництва с ЭПАМом великие. Например, важно активно укоронять у работу промысловых предприемств интеллектуальный компонент. Так само больше уваги надавать сучасному навучанию программированию детей у межах школьных занятков, а не только у специальных гуртках. Аля тут важно спочатку дать ответные веды наставникам. Сегодня есть в наших предприятиях большой потенциал сотрудничества, но они его не реализовывают. И вот эти проблемы, которые есть, мы однозначно акцентируем внимание того, чтобы вместе решить. Потому что мы видим, что здесь на самом деле высокое интеллектуальное развитие. И те, кто здесь сотрудников работает, и свои новшества, которые они реализуют, они, конечно, востребованы. Но на территории Гомешины мы ими просто не пользуемся. Поэтому те проблемы, которые есть, мы будем вместе с ними решать для того, чтобы эти проекты могли быть реализованы. Ну и, конечно, считаем, что эта компания может быть для нас и интересной в плане привлечения инвесторов. Потому что Гомешина – это площадка очень маржинальная и для многих интересная. Некольки стремливая активность замежных партнеров – отсутность международного аэропорта. Наземный переезд от Минска до Гомеля отнимает больше часу, чем с европейской краины до нашей столицы на самолете. А вот про безвиз только становшие в отгуке. Дякучи яму ЭПАМ отрымал новых партнеров. Еще одна проблема – недохобы гостиничной инфраструктуры премиум-класса. Все лето будет означаться 20 годов с момента, когда офис компании ЭПАМ появился в Гомеле. Такие живут во всех областных центрах. Но в нашем размещены наибуйнейшие из региональных. На первом месте, зразумела, столичные. Причина успеха в Гомельской локации – это у тымлику и тесное взаимодение с городскими университетами. Тут рыхтуют специалистов для дальнейшей работы в компании и тратить на это серьезные суммы. Выник – у ЭПАМ после отримания диплом утрапляют уже готовые специалисты. А сейчас тут работают 860 человек. В целом у ЭПАМе около 10 тысяч. Марина Джала, Юген Макенко, телерадио, компания «Гомель». В Гомеле прошли святошные мероприемства с на годы юбилея в войсковой части 55-25. Так, для особого состава части ветеранов и гостей в городском центре культуры отбылся урошистый сход и концерт. За 30 годов войсковая часть 55-25 прошла шлях от моторизованного батальона милиции с местом постоянной дислокации в Гомеле до особной специальной милицейской бригады, чьи подразделения находятся в Гомеле, Мазары, Речице и Светлогорску. Они допомагают мясовым уладам и органам внутренних справ в обеспечении громадского аппарата и безопасности. А кроме того, войсковая часть является выдатным местом подрыхтовки кадров для высшейшего командующего состава Министерства внутренних справ. Нынешний министр проходил службу в должности командира. Вы понимаете, о ком речь о крае Юрия Ходжимуратовича. Первый заместитель командующего внутренними войсками бурминистров Игорь Павлович. Также и много других замечательных людей, которые проходили службу. Поэтому в органах внутренних дел тесное взаимодействие с войсковой частью, безусловно, польза огромная при охране общественного порядка, при проведении специальных мероприятий. За самоданную службу и письменный профессийный день члены особистого склада участки ознагородили грамотами, подяками, нагрудными знаками и памятными медалями. С веншованиями и словами поваги на сцене выступили простонники Министерства внутренних справ, прокуратуры и силовых структур, а так само керавництва в области, города и администрации районов. Кроме того, в войсковой части 55-25 подарили сертификаты на компьютерную и архтехнику. У Гомеля одновили будовнистся школы в 21-м микрорайоне. Початок, припыненным 5 годов тому работам, на объекте дал зворот горожан на великую размову с президентом. Объект одразу же был включен в Держпрограмму, якая продуглеживает финансование не только из мясового, а и из республиканского бюджета. Зараз на будовнишей пляцовце кипить праца. До одновления работ приступили на ватроне запланованного, дозволила на дворье. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Социальный долгобуд находился на консервации 61 месяц. Зразумело, перед тем, как приступить до одновления будовництва, специалисты проектной организации провели обследование объекта. Выник, опорная сдольность конструкции подтвержена. Будовникам дали добро. Одновление работ заплановали на красовик. Однако, по сопраудам, в основное на дворье дозволило распачать уже зараз. Перш на перш тут приступили до укладки инженерных сеток и установки вежевых кранов. Наступный крок – вертикальная планировка. Школа представляет из себя трех-четырехэтажное здание из сборного железобетона, каркасное строение. В первом блоке будут размещены спортзалы, актовый зал, конференц-зал. Второй блок – это фойе, столовая, ну и, соответственно, помещение для учеников. Также проектным предусмотрено строительство бассейна с переходной галереей. Особным блоком идёт будинок для групп продолженного дня. Там одночасово, возможно, знаходятся 160 наученцев початковой школы. В уголе установа различена на 765 ученев. Уличиваючи, что школа вся окружена шмат поверховками, а в ближайших микрорайонах протягиваются будовать новые домы, попыт на ЕЕ с часом не только не снизился, а на вот взрослый в несколько разов. Сегодня основную нагрузку на себя приняла 66-я школа Гомеля. Очень нужна школа. 21 микрорайон и 20А. Дети посещают 66-ю школу, которая обучается в две смены. Там более 1600 детей. Школа мощностью 66 на 930 мест. Новая установа эдукации тут потребуется, как по ветру. На счастье, ДАУГАБУД вывели с глубокой заморозки. Однако говорить об тем, коли в школе прогушить первый звонок – еще рано. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, Евгений Макенко. Телерадоя компания «Гомель». Первый в этом году ученый совет Гомельского одержанного университета имя Франциска Скарыны просвятили Дню белорусской науки. Правда, святошных спровоздаш практически не было. Часа двяли планам по активизации науковой деятельности. На посаджение совета побывали наши корреспонденты. У Гомельским державным университете посаджения совета закрытыми не з'являются. Урешті тут выращаются питания, які по великим рахунку тычатся не только супрасовникам и студентам установы. На гэтый раз значную увагу надали навуково-инновационные деяності. Причим, размова не просто об новых распрацовках, а запотребованных на рынку. Додатковые і достатково значные сродки лишніми ніколі не бываюць. Єсь тут і яшчэ дзін плюс. Активная навуковая деянаць – гэта реальны крок до повышення міжнароднага рейтингу Гомельскага университета. Можно это делать искусственно, но, в общем-то, планомерная научная работа, публикация своих результатов в высокорейтинных журналах, международные научные проекты позволяют повысить узнаваемость университета и, следовательно, его место в различных рейтингах. Об тым, що уже зроблено, розказывая выстави навуковых досягненья і інноваційних распрацовок супрасовників университета. І она так само примеркована до Дня беларускай навуки, які сьоліта припадає на 26-е студеня. Правда, працаваць выстава будзе більш протяглый час. Уже зараз на її наведування поступілі заявки з інших навучальних установ. Тут саправды ёсь на што поглядзеть. Радары, распрасаваны у Гомелі квадрокоптары, святлодиодные фігуры, 3D-ручкі, окуляры віртуальной реальності. Экспозиція демонструє широкі махчымасці сучасной навуки. Щас ми займаємося розробкою в області матеріалів, які використовуються в мікроелектроніки. В частності, полируючих суспензій для полірувки пластин монокристаллического кремня, который потім йдет далі на ізготовлення мікросхем. А також займаємося розробкою различних покрытий, які також можуть знайти применення пропорізуцій інтегральних мікросхем. Інтерес к цим разработкам проявили підприятия Російської Федерції і наші беларусі, в частності, АО «Интеграл». Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпанія «Гомель». Обґрунтована і по законі. У Гомельскіма балваконками пройшло позашаргове пасяження комісії па справах неполоналітніх. Обмерковували виконання дорученью, які дав президент Беларусі під час нарады па питаннях применення мер адміністраційной отказності напроконці 2019-го года. У праватності Александр Лукашенко означав, що треба повышать эффективність роботи комісій па справах неполоналітніх при розгляде адміністраційних справ, які виходять у їх компетенцію. У праватності кожне орошення повинна бить обґрунтованным і законним. Задача, яка стоїть перед нами, щоб несовершеннолетній ілі його законні представітелі, після того, як вони побували на сіздання комісії, вони прекрасно понимали, що все прошло согласно действуючого законодательства. О том, що якщо і привлекли к адміністративній ответственності, то це в рамках закона. На посяженні затвердзіли шірах мер організаційного, технічного і інформаційного характеру, які дозволять повысить эффективність роботи. Даручше, відкритість – одна з головних задач, яку поставив президент. Я ще більш худко і оперативно реагувати на виклики. Автопарк Гомельського обласного департамента Аховы Міністерства внутріних справ Білорусі пополнил 21 сучасний автомобіль. В аурошистых обставинах ключи від нових машин отримали супрацінні подразделення у розних районів області і міста Гомеля. Усі автомобілі айчыны в творчості, я не відповідають з заявленим потребуванням. Мінавіта відхудкость і реагування залежить якось виконання службових задач. До того ж, автомобілі, що сішли з белорусського конвейера, проверені часом. Перше подразделення Міністерства внутріних справ, яке закупило для праці машини Джили, мінавіта департамент Аховы. А доказом справній дійності можуть служити війнікові покашіки. Так, за 2019 год на Раді міліцій груп затримання Гомельської області здійснили свіше 88 тисяч оперативних виїздів. Виявили і споніли 13 тисяч адміністраційних правопорушенья. Подразделення охраны області в 2012 году сработали положительно. Ну а сьогоднішні мероприятия – це 21 службовий автомобіль, пополняє парк подразделення охраны. Це бачо вклад в цілому в роботу міліції, в общественну безпецість, в украплення подразделення охраны в цілому. Кожний день у регіоні на варці правопорадку, каля 50 груп затримання на автомобілях. У Гомеле з'явився перший у регіоні диагональний пешеходний пероход. Йон размістився на скрыжуванні Савєцькій з вулицями Комунаров і Лангі. Таку ініціативу пропонувала обласна дзяша аутоінспекція, яка опирає в опыту заміжних країн. Зараз пешеходи можуть перейти на параллельний бок проїздной частки значно худший. На скрыжуванні усталявали 4 диагональні пешеходні світлофори. На цьому частку дороги вони будуть працювати круглосуточно. Калі ініціативу признають поспіховою, такі пероходы зробять на інших скрыжуваннях з інтенсивным транспортным рухом. Причім не тільки у Гомеле, але і у райцентрах. От карликовых до гігантаў з дивным светом павуков гамельчане можуть познайоміцца на выставі у картины галереї Гауреї Лавашенкі. У першыню тут можна убачить таку колькість розных видів, калі 30 особен, сярот яких, наприклад, гігантський птушкоєд Галияв, довжиня якого може досягать 28 сантыметраў. Гэта істоты викликають змешані пачути, аднак організаторы выставы ўпеўнені, што і вони баскрылдны і навад па-своєму милыя. У нас на выставці представлено більше 30 пауков, а також два скорпиона, це імператорський скорпион чорний, а також є нескільки видів тараканів, наприклад, знамениті мадагаскарські таракані, вони доволі большого размера, але доволі пугливі. Скажем так, вони дуже любят прятатися. А що касається пауков, то у нас здесь представлено нескільки видів птицеєдів, також у нас тигровий паук, он подобен тигру, а також у нас є паук муравьєд. Шліністоногі знаходяться у шклянних террариумах, де створено спеціальне сяроці – рослины, пясок або карадрел. Нікаторі пауки по-майстерску маскируються і практично зливаються з новоколем. Кормять їх живыми насекомыми, наприклад, свыркунами. Навідвальники експозиції змогуть ближай розслідзіть гэтых насільників планеты і познать цікаві навыкові факты про їх, нікаторых навад можна уззять на руки для фото. Вістава буде довжиться до конца лютого. Завтра в ефірі «Беларусь-Чатыр» – перша программа нового цикла проекта «Большим спорт». У гэтым випуску бронзовый прайзер чемпіоната Європы пас у шасным пятибор'ї Ірина Прасенцова розкаже, як проходить падрихтовка до 30 других олимпійських гульня у Токіа. «Большим спорт» глядіте у неделю 19-го студене на телеканалі «Беларусь-Чатыры Гоміль» у 19 годин 45 хвілін. Гэты інші новіны ви можете знайсці на нашім сайті в інтернете по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічого ефіра. Дякую за перегляд!